Коллеги, добрый день. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Добрый день, коллеги. Так, ведущими данного мероприятия будем мы, я, Колтова Юлия, и Александр Бахитов, наш эксперт в области автоматизации транспортной логистики. Сейчас я быстренько все настрою. Итак, коллеги, мы начинаем. Поговорим мы сегодня с вами о преимуществах использования электронного документа оборота в перевозках и расскажем о том, как же к нему подготовиться. Для начала я расскажу несколько фактов о компании, а далее мы уже улыбимся в тему вебинара. Ну и в конце, конечно же, с вами пообщаемся и ответим на все ваши вопросы. Не могу не похвастаться, у нас сегодня максимальное количество регистраций, более 200. К нам сегодня присоединились люди из разных часовых поясов, поэтому кто-то достает себе мороженое, кто-то наливает чашечку кофе, в зависимости от погодных условий. Усаживаемся поудобнее, коллеги, мы начинаем. Наша компания была основана в 1998 году, и все это время мы занимаемся разработкой и внедрением программных продуктов для автоматизации транспортной и складской логистики. Мы находимся в трех городах. Наш центральный офис расположен в Москве, собственно говоря, откуда мы вам увещаем, и есть также офисы в Кирове и в Красноярске. В нашем штате более 250 человек, и это позволяет нам вести до 40 проектов одновременно. Мы являемся разработчиками программных решений, и ранее мы разрабатывали наши программные решения совместно с фирмой 1С, а сейчас уже выпускаем под брендом AxiLot. Разработали мы уже целых четыре поколения системы по управлению транспортом и перевозками, и пять поколений систем по управлению складом. А если говорить применительно к ВМС, то мы уже 9 лет подряд являемся лидерами российского рынка. Не каждому нашему клиенту требуется сразу автоматизация. Для начала необходимо оптимизировать все процессы в компании, а уже потом внедрять систему. А в этом нам помогает как раз-таки логистический консалтинг. Конечно, особое внимание мы уделяем на развитие наших программных продуктов и тратим на это более 10% выручки. Внедряем мы нашу систему не только в России, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. Внедряем мы более 100 проектов в год, и за все время работы нашей компании мы автоматизировали более 20 тысяч рабочих мест. Ну и, конечно же, после завершения наших проектов мы не расстаемся с нашими клиентами, а оказываем им постпроектное сопровождение, в том числе в режиме 24 на 7. Коллеги уверены на то, что многие были уже на наших вебинарах. Напомню то, что мы являемся крупным IT-холдингом, в который уходит несколько компаний, так, Силоттех, компания Грандум и компания Дотарион. В наших ВМС-проектах мы используем оборудование таких производителей, как Zebra и Xtreme, Xtreme-производитель Wi-Fi-оборудования, а Zebra — это TSD, сканеры, печать этикеток и так далее. А в наших ТМС-проектах мы используем картографические сервисы, такие как Яндекс.Маршрутизация и Ситигид. Аксилотте МС-X4 — это единственная система на российском рынке, которая способна полностью управлять транспортной логистикой вашей компании. И совершенно неважно, каким транспортом вы пользуетесь, наемным или собственным, совершенно неважно, какая у вас география перевозок, наша система поможет вам оптимально планировать все маршруты, полностью будет консолидировать в себе все затраты на транспортную логистику вашей компании и, конечно же, поможет оптимизировать работу водителей. Как мы все сейчас заметили, у нас вырос спрос на курьерскую доставку. Мы постоянно что-то себе заказываем. А именно поэтому многим компаниям необходимо перестроить свои внутренние процессы с минимальными затратами. И у нас, кстати, есть классное предложение. Вы можете получить систему, которая будет полностью контролировать ваши доставки, при этом соблюдая все требования ваших клиентов за минимальные сроки и по привлекательной цене. И, кстати, если мое предложение вас заинтересовало, то в конце вебинара мы выведем на экран слайд с нашими контактами, и вы можете связаться со мной либо с моими коллегами, и мы обсудим наше дальнейшее сотрудничество. Помимо разработки наших решений, у нас есть также внутренние проекты. У нас есть собственная библиотека, в которой уже целых 9 книг. Более я сказала, потому что мы на этом не останавливаемся, планируем выпустить еще одну книгу. И, кстати, среди наших изданий есть книга, посвященная грузоперевозкам. В рамках внутреннего проекта «Учебный центр» мы как раз-таки проводим всяческие мероприятия, вебинары, в которых делимся опытом со своими клиентами. И, кстати, ровно через две недели, 30 июля, у нас будет вебинар, который будет посвящен автоматизации заводской логистики. Поэтому сейчас вы увидите на экране ссылочку, по которой можете перейти. И далее у вас сохранится форма для заявки на регистрацию в этот вебинар. И после нашего вебинара вы сможете туда зарегистрироваться. Так, продолжим. Axelot MS уже выбрала более 100 компаний. Представлена сейчас на данном слайде лишь малая часть наших клиентов, но даже по нему вы можете заметить то, что это компании совершенно разные по деятельности. Кто-то занимается автозапчастями, например, Imparts, где мы полностью перевели на региональную логистику компании на автоматическое планирование. Это, например, компания из пищевой промышленности, Тульский молочный комбинат. Они осуществляют доставку сырья на производство и доставку готовой продукции по Туле Тульской области и сейчас уже в Москве. Есть также компании фармацевтические, например, Курган Синтез, где мы тоже полностью автоматизировали транспортную логистику компании. И, кстати, если говорить применительно к сегодняшней нашей теме электронного документа оборота, то особенно актуальна эта тема сейчас в сетевых магазинах. Например, у нас были такие клиенты, как Командора, Четыре лапы, и также в транспортных компаниях. Вот у нас были клиенты за Автопэка и Пониэкспресс, где как раз-таки нужно полностью избегать всяческих бумажек и переходить полностью на электронный документ оборот. Так, коллеги, на этом у меня о компании все. Сейчас хочу передать слово Александру. Александр, тебе слово, все готово. Спасибо, Юлия. Так, коллеги, давайте начнем. Сегодня мы с вами поговорим о том, как подготовиться к документу оборота, какие эффекты вы от этого можете получить, соответственно, выгоды и различные, скажем так, ну и различные повышения как раз-таки направлений в работе. Итак, первое, с чего хотелось бы начать, это немного статистики. По данным Росстата, автомобильный транспорт ежемесячно перевозит порядка сотни тысяч тонн груза. Соответственно, ну, представляете, какой внушительный поток бумажных документов при этом возникает и как он отражается на ваших бизнес-процессах. С чем сталкивается непосредственно сам диспетчер-логист при работе, который как раз-таки получает, во-первых, большое количество заказов, получает не только, например, из корпоративной системы. Зачастую на этапе внедрения мы видим, что получаем формирование потребностей не только в корпоративных системах, но и по почте, сообщениями, кто-то приносит листовки. Это, во-первых, сложность вообще, в принципе, при работе и консолидации всех данных. Плюс ко всему это введение архивов, затраты на их содержание, на сотрудников, которые будут это все непосредственно компоновать и вести. Ну и, конечно, здесь стоит отметить о длительной вообще подготовке документов, сопроводительной документации, когда вечером большое количество часов требуется на подготовку пакетов документов для каждых водителей, чтобы это все было правильно расформировано. Ну и, конечно, здесь мы за счет такой работы логистом мы меньше выделяем времени на машетизацию, на качественную машетизацию. Ну и плюс после того, как у нас выполнились уже рейсы, очень часто возникает и порча документов, и потеря документов. Как на текущий момент это работает сейчас? Первоначально сотрудник формирует транспортную накладную, печатает экземпляры документов, потом это все передается водителю, водитель, соответственно, ездит с пачкой документов, куча различных файликов, зачастую теряется это все в кабине автомобиля. Ну и, конечно, уже производится подписание водителям и грузополучателям сопроводительной всей документации. Тоже не всегда водители довозят полный комплект уже возвратных документов по различным совершенно причинам. Ну и то, что мы, соответственно, довезли, то, что мы дождались, бывает там несколько недель, мы ждем получения всех документов только по одному рейсу, а, соответственно, там на предприятии их достаточно большое количество в сутки, уже не говоря о месяце, то нам все равно все эти документы необходимо будет где-то хранить. Заказы, доставка осуществляется не всегда напрямую, возможно использование различных плеч маршрута, смена транспорта, смена различных перевозчиков, соответственно, здесь нужно предусмотреть на каждом этапе и различные поручения экспедитора, получить экспедиторские расписки, формирование на каждом этапе прочей документации, печати документов. Здесь, если говорить уже об автоматизации, в использовании ТМС, здесь мы можем данный процесс автоматизировать, на каждом плече мы уже будем печатать, если мы говорим о печати даже документов, от которых на текущий момент сегодня уйти приходит, возможно, не всегда. Соответственно, система вам распечатает уже в нужном порядке, соответственно, с учетом всех документов, которые требуются для каждого грузооправителя, грузополучателя. Плюс ко всему, возможно, будет настроить и пакеты документов в зависимости от каждого перевозчика и, соответственно, виды перевозки, будь это морские перевозки, авиа, ЖД, ну и, соответственно, автотранспорт. На каждом плече мы будем контролировать и получение, и передачу документов. Тут нам поможет даже мобильное приложение, в котором мы выведем для водителя все задачи, которые ему необходимо будет выполнить. Мы говорим не только о погрузоразгрузочных работах, но и, конечно, о дополнительных различных операций и как раз-таки о количестве передач и получения, соответственно, документов в точках маршрута. Как же это может уже работать сейчас? Сейчас на этапе формирования документов мы уже печатаем такие документы в системе. При передаче документов водитель может через простую электронную подпись, через, например, мобильное приложение или, например, через СМС, соответственно, отметить получение груза. Далее мы такую информацию уже путем передачи данных в корпоративную систему загрузим в транспортные средства. И, соответственно, все эти документы мы уходим от бумажного документа оборота. И, соответственно, уже на этапе разгрузки мы передаем груз грузополучателю. И, соответственно, грузополучатель уже в своей системе отмечает данные о получении. Мы, опять же, минимизируем и общение между водителем и грузополучателем. Текущая наша ситуация, это в любом случае еще актуально. И все эти данные мы получаем непосредственно уже автоматически к себе в систему. И по итогу мы в своей системе уже видим все документы. Соответственно, с учетом передачи через различные сервисы мы можем эти транспортные накладные, соответственно, их отобразить. Все участники документа оборота обязательно проходят все идентификации. Соответственно, мы здесь исключаем и потерю груза, и передачу груза не тому человеку. Поэтому забрать груз может только водитель транспортной компании, как раз-таки после дополнительной авторизации и подписания соответствующих документов. Если говорить о порядке документа оборота и перевозки документов, в том числе и транспортных накладных, то есть описание в постановлении правительства 272 об утверждении правил перевоза грузов автомобильным транспортом, в нем как раз-таки законодатели пояснили, что транспортная накладная, она подтверждает факты перемещения товара, служит основанием для ведения учета покупателям и продавцам, а также расчета с перевозчиками. То есть она является первичным учетным документом. При этом радистическое законодательство давно разрешает оформлять все первичные учетные документы в электронном формате. Это подтверждает как раз-таки ФСЗ-402 о бухгалтерском учете от 2011 года. Если как раз взять в цитату, это первичный учетный документ составляется на бумажном носителе или как раз-таки в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Сейчас на рынке достаточно большое количество сервисов обмена электронными транспортными накладными, и решение способно учитывать и сложности документа оборота в различных отраслях и может подойти всем участникам процесса, как и транспортным и логистическим компаниям, так и грузоотправителям, грузополучателям. Конечно, самое интересное и вкусное – это поговорить о выгодах. Первое, соответственно, о чем стоит отметить – это исключение потери документов в дороге, кражи груза, различных кассовых даже разрывов и содержание пыльных архивов. Если говорить о гарантиях, то это своевременный, конечно, бухгалтерский учет, это легитимность подписей и плюс, конечно, юридическая значимость документа оборота. Это все как раз-таки у нас в гарантии будет. Ну, если говорить уже о различных сокращениях, то одно из самых основных – это сокращение, конечно, трудоемкости обработки документов, сокращение рутины при работе сотрудников. Экономия. Экономим мы на печати документов, на отправке документов. Здесь очень важно отметить как раз-таки и экономию за счет передачи документов через различные службы доставки. Экономия на одном предприятии уже может достигать только за счет исключения бумажного документа оборота нескольких миллионов рублей в год. Говоря о контроле, то контролируем возврат документов уже в офис, контролируем выполнение расходной части бюджета, то есть вы вовремя закрываете периоды, видите все свои затраты уже прозрачно. Ну и плюс ко всему, конечно, если говорить о контроле и о системе ТМС, то система ТМС вам позволит контролировать не только на уровне документа оборота, ну и также на уровне штатной работы сотрудника-логиста, то есть система как раз-таки при работе с закрытием выполненных рейсов будет контролировать учет возвращенных документов, соответственно, сигнализировать об этом. Чуть более подробнее я расскажу чуть позже, уже о том, как это у нас реализовано. Ну и, конечно, если говорить об ускорении, то ускоряет взаиморасчеты между сторонами грузоперевозки, ну и плюс ускоряет и сам поиск документов и передачу по налоговой службе. Говоря о предпосылках, то здесь очень важно отметить временные потери на ведение бумажных журналов. Это журналы нарядов, это журналы технологических работ, журналы регистрации, выдачи путевых листов. На самом деле, если измерять уже в каких-то там натуральных, да, там часовых показателей, то здесь порядка часа работы уходит только на ведение таких журналов. Соответственно, это там порядка 10% смены работы сотрудника-оператора и, соответственно, остальных сотрудников также. Плюс это временные потери на заблаговременную печать документов и организацию их выдачи, внесение изменений в уже сформированный распечатанный путевой лист, организация приема от водителей бумажных путевых листов. Порядка трех часов занимает это время. Соответственно, это 30% сотрудников мы тратим просто на работу с документами. Опять же, да, очень важно вспомнить заблаговременную печать изменения документов, вдруг, если какие-то изменения произошли. Иногда они происходят ночью, и сотрудник, отвечающий за, соответственно, документы, может и не быть на предприятии, или необходимо держать сотрудника на предприятии, и, соответственно, на это наши дополнительные расходы. Также есть временные потери на введение бумажного журнала, регистрация, контроль технического состояния транспортных средств. Также, если говорить о механиках на пропускных пунктах, то это тоже 30% работы, которую мы можем, на самом деле, передать на более эффективное использование. Ну и, конечно, если говорить вообще о потере на обработку бумажных путевых листов и учет работы автотранспорта, то здесь тоже достаточно большое количество просто на то, чтобы мы какие-то данные занесли, это все непосредственно расписали и учли. Здесь какие возможны причины возникновения? Во-первых, это отсутствие нормативной базы на создание, на работе, хранение электронно-путевых листов. И также иногда бывает отсутствие необходимой IT-инфраструктуры для автоматизации. Если мы говорим с вами о путевых листах, что очень важно при работе с собственным парком, это у нас все-таки законодательно заложено, то здесь можно автоматизироваться не только с учетом выписки путевых листов, учета движения топлива, соответственно, в организации, ну и учета выработки вообще наших транспортных средств. Но тут также важно отметить возможность автоматизации и контроля, и медицинского отследствия водителей. Здесь можно уже учитывать оценку готовности каждого конкретного сотрудника к предстоящей работе уже на основании проведения медицинских измерений. Это давление, пульс, то есть на алкоголь, на наркотики и, соответственно, на температуру тела. На основании этого мы формируем уже заключение о допуске, либо недопуске к работе в виде записи в электронном журнале медосмотров. Соответственно, мы производим уже печать документов после получения электронной цифровой подписи медработника при необходимости. Ну и, конечно, уже контролируем доступ в соответствии с заключением по медицинским показателям в зону уже выполнения трудовых обязанностей. Осмотр занимает при интеграции с различными медицинскими системами считанные минуты и не требует присутствия медицинского работника. Опять же, если говорить о выгодах и об экономии, то здесь, соответственно, мы и на этом этапе уже можем получить достаточно большую выгоду. Кроме того, система ведет запись всех данных, в том числе и видео, и фотоматериалов, отсылает статические отчеты во все заинтересованные отделы. Соответственно, все спорные вопросы, они решаются уже поднятием соответствующих данных. Если говорить немного о показателях количественных и сравнивать, например, с традиционным подходом, то согласно замерам, расчетам при работе с медработниками, здесь осмотр одного сотрудника занимает порядка 3-4 минут. И, соответственно, если посчитать, то в среднем за час медработник успевает осмотреть до 15 человек, плюс-минус. Если говорить уже об автоматизации и сокращении временных затрат, то осмотр занимает около минуты. И в среднем за час работы возможно будет освидеть водителей уже более 50 человек. Это, соответственно, за час снижается не только затраты вообще на привлечение медработников, но и, конечно, временные затраты на подготовку к выходу на рейс водителей. Как это зачастую бывает, большие длинные очереди, каждый там подходит медработнику, а еще и поговорить, а еще о чем-то послушать. Соответственно, это длительное время. Водители, на самом деле, в этом случае просто простаивают и простаивают на предприятии, вместо того, чтобы выполнять рейсы, соответственно, вовремя, вместо того, чтобы вовремя возвращаться и даже получать какой-то дополнительный рейс в рамках смены. Тем самым мы повышаем вообще оборачиваемость наших перевозок. Если вернуться вообще к работе с путевыми листами, то здесь важно отметить возможность интеграции с различными системами. ТМС, она, как говорится, сама по себе не живет. Она все-таки интегрируется с различными внутренними уже корпоративными системами. Соответственно, исключая передачу бумаг, которые также не своевременно, мы уже на основании автоматизации, на основании интеграции данных можем, во-первых, фиксировать расход топлива, тем самым на стороне бухгалтерии формируются уже внутренние свои различные документы. Это и накладные, это и отчеты авансовые, ну и, соответственно, это различные уже поступления товаров и услуг. Если мы говорим о заправках, как и по топливным компаниям, по топливным картам, соответственно, также и данные, которые мы можем получить путем загрузки от телеметрических систем, ну и, соответственно, учета вообще самого сотрудника. Тем самым мы исключаем двойной ввод данных, то есть мы уже облегчаем работу не только сотрудникам транспортного предприятия, но и сотрудникам, работающим в бухгалтерии. Важно отметить, что система оформления путевых листов, она будет создана и введена в эксплуатацию ориентировочно в июле 2022 года. Согласно плану, к декабрю 2021 года будет законодательно закреплена на возможность формирования путевых листов в электронном виде. А саму систему оформления путевых листов уже запустят как раз-таки в июле 2022 года. На данный момент Яндекс предоставил первый России прототип системы электронного путевого листа. Предполагается, что он заменит на предприятии обычные бумажные путевые листы. Помимо очевидного удобства документооборота, электронный путевый лист принесет еще и ощутимый все-таки экономический эффект. Предприятию он позволит в 3-4 раза снизить расходы на содержание штатами от работников и у врачей, но, соответственно, водителям меньше времени тратить на процедуру подготовки к рейсам. Путевые листы в электронном виде, они позволят объединить в единой базе данных всю информацию о прохождении осмотров. Доступ к базе могут получить все необходимые ведомства, например, как и ГИБД и транспортные инспекции. Чтобы проверить у водителя наличие электронного путевого листа, инспектору будет достаточно лишь пробить его по электронной базе, ну и как это делается, например, с водительским удостоверением или с полисом ОСАГО. В путевой лист будет записываться вся информация о работе водителя, сколько часов он провел за рулем, сколько отдыхал, в каком состоянии выехал на работу. Это уже все будет отражено, будет исключено необходимое тоже ведение. Одна бумажных носителей. Ну и перед тем, как вообще запустить на смену водителя, водитель, конечно, должен проставить путевом листер две отметки. Механика о том, что машина прошла технический контроль, ну и врача прохождения медицинского осмотра. Соответственно, мы все эти данные как раз-таки и учтем при электронной работе. Можно об электронном документообороте говорить не только при работе с собственным парком, но и, конечно, учитывайте взаимодействие с перевозчиками. Не всегда на предприятии есть достаточное количество ресурсов для осуществления своих перевозок. Соответственно, мы привлекаем перевозчиков сторонних. Некоторые организации, в принципе, работают только с наемными перевозчиками. Соответственно, здесь также нам необходимо обеспечить эффективность работы с перевозчиками. Ну и, соответственно, облегчить работу диспетчера. Здесь как раз-таки наша ТМС вам позволит это сделать. Во-первых, в нашей системе реализован тендерный портал. Через данный тендерный портал мы уже можем формировать различные заявки, формировать различные тендеры. Причем, если говорить об особенностях системы, то система, во-первых, может учитывать различные мастер-планы при работе с перевозчиками. То есть это порядок распределения наших рейсов по перевозчикам. Как это обычно бывает, на этапе годового тендера мы уже контрактуемся с перевозчиками, получаем от них гарантии по предоставлению транспортных средств, как в разрезе направлений, так же с учетом количества транспортных средств, которые может нам предоставить перевозчик. Соответственно, все эти данные мы можем отобразить в нашей системе. Система уже без участия сотрудника будет рассылать нужным перевозчикам то количество заявок на транспортных средств, сколько у нас, соответственно, это было заложено в рамках договора. Ну и, соответственно, с учетом того, сколько у нас рейсов-то в общем и получилось. Здесь возможно использовать большое количество вариаций сценариев работы, то есть возможно отправлять заявки, даже возможно автоматизировать, если какие-то перевозчики отклоняют эти заявки, соответственно, передавать заявку автоматически следующему перевозчику по необходимости отправлять заявку на транспорт уже на тендер и проводить эти самые аукционы между перевозчиками. Здесь, если говорить о документообороте, то, соответственно, система, формируя документы по заявкам, информирует перевозчиков, возможно, сразу вкладываясь какие-то документы, шаблоны документов уже в оповещение для перевозчиков, в электронные письма, либо даже уведомляя дополнительные перевозчиков, ответственность сотрудников страны, транспортные компании, через даже смс-сообщения. Это все реальное, уже даже используют сейчас во многих компаниях, которые мы автоматизировали. Плюс ко всему, если говорить о работе с тендерами, заявками, то система позволяет хранить себе электронные документы, тем самым мы, опять же, минимизируем бумажное общение между перевозчиком и, соответственно, диспетчером. Все данные будут храниться на стороне ТМС, по необходимости их уже можно будет архивировать, выводить какие-то, соответственно, дополнительные документы для каждого перевозчика. Здесь, возможно, достаточно большое количество эффектов применить. Плюс ко всему, при работе с тендерным порталом, с перевозчиками, система вам позволит и не только сформировать правильно все заявки и разослать всем перевозчикам, исключить ручное формирование заявок, ручную набивку всех этих заявок в Орде, с тем все это сделает сама. И плюс ко всему, она даже все и посчитает для перевозчика. То есть те суммы, которые у нас заложены в рамках договора, которые мы отобразили как раз в тарификации с перевозчиками. Здесь мы, соответственно, получаем автоматизацию тарификации, это отправка уведомлений различных, ну и, конечно, быстрый анализ вообще предложений. То есть при работе можно даже исключить и работа диспетчера, система выберет наилучшее предложение сама. Здесь это уже вполне реальное дело сейчас. Опять же, есть достаточно большое количество лучше практик, которые мы можем вам предложить уже в рамках нашего проекта внедрения. Если мы говорим об учете расходов на услуги перевозки при работе с перевозчиками, то тендер в портале перевозчика, соответственно, перевозчик самостоятельно формирует различные реестры, тем самым мы сокращаем трудозатраты диспетчера, оператора на формирование таких реестров, на формирование счетов за услуги. Это уже делать будет, ну, соответственно, если вы там даете доступ перевозчикам, то перевозчик будет делать самостоятельно. А самостоятельный перевозчик не только как раз-таки будет указывать, там, формировать транспортные средства, указывать водителя, но и уже по итогу исполнения перевозок учитывать, также контролировать через портал исполнение рейсов, ну и, соответственно, формировать различные реестры. Тем самым, получив эти реестры, получив эти счета, на стороне АТМС формируется документ по учету фактических наших расходов, то есть как раз на основании выставленных счетов. И здесь система, опять же, если говорить о комплексности на предприятии, то уже все эти данные дополнительно уже передастся в бухгалтерию, которая уже будет ожидать первичку от перевозчика. Здесь, как я сказал про бухгалтерию, соответственно, мы это все учитываем. При работе с перевозчиками здесь также важно очень отметить, это про корректный учет наших расходов. Не просто перевозчик дал нам какую-то сумму, и мы, соответственно, ее на рейс условно положили. Нам важно в конечном итоге получить всю и дальнейшую аналитику. То есть это аналитика по различным направлениям, это вообще аналитика, сколько мы тратим денег на доставку определенных даже видов продукции. Это все возможно получить из системы АТМС, соответственно, это облегчит и работу в дальнейшем бюджетировании, в определении транспортных расходов на каждую даже товарную позицию. Соответственно, АТМС, она готова предоставить эти данные для уже дальнейшей обработки. Ну, если говорить о примерах на различных проектах, то, как это обычно бывает, с учетом расхода и бюджетирования, собираются на неделю бухгалтеры, представители транспортного подразделения, которые работают, в принципе, в разных совершенно системах. И без автоматизации, конечно, эти системы зачастую не связаны, используются различные вообще инфресурсы. И, соответственно, это все потом консолидация, которая требует большого количества времени. Ну и последующие расчеты. Здесь наша система АТМС, она как раз-таки позволит исключить все эти узкие места и повысить эффективность работы на предприятии в части управления транспортом. Если говорить об учете, об исполнении, то здесь важно отметить вообще возможность работы Android клиента именно в части работы с документами. Как я и говорил в начале, мобильный клиент позволяет не только выводить текущие рейсы для водителя, которые необходимо будет выполнить, опять же, да, минимизируя общение водителя и диспетчера, выводя с электронной маршрутной листы. В этом случае мы также минимизируем уже печать даже тех самых маршрутных листов. Ну и плюс водитель всегда может посмотреть, куда ему необходимо проехать, как лучше подъехать к текущей соответственной точке. Ну и плюс изменить там различный порядок следования. Возвращаясь к нашей теме, мобильный клиент, он также позволяет и получать различные скан-копии документов, их автоматически уже передавать в корпоративные системы через как раз-таки АТМС. Когда мы учитываем работу водителя, то водитель, фиксируя все в Android-приложении, в Android-клиенте, мы все данные получаем в режиме онлайн. То есть водитель по факту приезжает и автоматически мы всю информацию видим. Видим информацию, это удобно для диспетчера. Диспетчер, конечно, может уже отслеживать местоположение транспортных средств, отслеживать местоположение водителя. То есть если бывает такое, когда водители говорят, что я уже приехал вовремя, а на самом деле он еще был в пути, мобильное приложение также позволит это все непосредственно контролировать. Ну и, как я говорил, на каждой точке маршрута возможно будет учитывать не только движение товара, но и, соответственно, он учитывает различные дополнительные операции и движение документов в точке. Мы в мобильном приложении все работы отмечаем и, соответственно, получаем все данные. Через мобильное приложение возможно получать различные скан-копии документов. Тем самым, чем это будет удобно, еще до выезда водителя с территории клиента, с территории грузополучателя, мы уже можем получить скан-копии и, соответственно, уже формировать на основании таких щитов, на основании таких копий уже считая это разрешено, соответственно, законодательством и позволяет более эффективно и быстро управлять нашими финансами. Здесь также что хотелось бы отметить вообще при работе с мобильным приложением. Когда мы получаем различные там и скан-копии документов, когда мы выполняем различные учет такие документы в системе, то, соответственно, мы учитываем в ДМС их возврат. То есть как раз планировал рассказать о том, как это реализовано в системе. То есть система при работе с документами, при формировании рейсов, она в себе копит набор экземпляров документов, которые необходимо ей будет получить после исполнения рейсов. Тем самым, во-первых, система будет контролировать возврат таких документов. Также уже в текущей версии нашей системы не так давно было добавлено отдельное рабочее место по учету документов после исполнения рейса. Реализовали интеграцию с сканерами, которые позволяют по штрих-коду считывать документы. Тем самым сотруднику, оператору не потребуется искать, что за рейс был, а что это за документ, почему он вернулся через месяц или два. Система уже всю эту информацию в себе содержит. Соответственно, при получении, при сканировании таких документов вся информация будет в ТМС выведена для сотрудника. Тем самым мы ее облегчим ему работу. Если говорить вообще в общем об эффектах, со стороны минимизации бумажного документа оборота, со стороны повышения эффективности работы предприятия и в части автотранспортного подразделения, то тут очень важно будет отметить и минимизацию ручного труда сотрудников. Тем самым мы можем давать при работе более интересные задачи, во-первых, сотруднику и выполнять, в принципе, задачи больше. Плюс ко всему это, конечно, грамотный учет всех документов, корректный учет. Ну и, соответственно, минимизация различной потери документов, кражи груза. Ну и, соответственно, это гарантия вообще предоставления всех документов, что также очень важно. Сейчас я передаю слово Юрию. Спасибо, коллеги. Александр, спасибо за интересный рассказ. Так, коллеги, сейчас вы видите наши контакты на экране. По данному телефону и почте вы можете с нами связаться. И, кстати, напоминаю то, что мы с вами вновь встретимся через две недели, 30 июля, на нашем другом вебинаре, который будет посвящен автоматизации заводской логистики. Вот, поэтому вы сейчас увидите ссылочку у нас в чате. Переходите, регистрируйтесь. Ну а мы со своей стороны ждем ваших вопросов и будем с Александром вместе отвечать. Не стесняйтесь, внизу открыть чат. Пишите там в строчке, написать сообщение. Свои вопросы мы будем читать и отвечать. Ждем. Также, коллеги, хочу отметить, что если у вас есть также более детальные какие-то вопросы, вы хотите им, ну, ТТТ, да, обсудить, то, опять же, мы готовы провести различные демонстрации, готовы даже предоставить обратную связь от наших клиентов. И где вы сможете и поделиться опытом, поделиться опытом по внедрению, соответственно, нашей системы к силу ТМС и расскажем о выгодах непосредственно для вашего сегмента. Так, так, так. Еще вот вопрос по поводу картографии. Есть ли у нас опыт использования системы в Узбекистане? Да, коллеги, есть уже, есть реализованный проект в Узбекистане. Соответственно, мы там используем также картографический сервис и планируем перевозки. Причем перевозки планируются не только внутри города, но и между уже городами, соответственно, и регионами. То есть здесь мы без проблем готовы осуществить проекты. На текущий момент у нас также уже в ходе реализации есть проекты в Ташкенте. Так, еще такой вопрос. Какие пакеты внедрения ТМС у нас существуют? И есть ли версии без блока для собственного транспорта? Вот по поводу... Так, видно? Смотрите, если говорить вообще о пакетах внедрения, то мы используем несколько технологий внедрения. Если говорить о сложной технологии, когда там есть сложный процесс, плюс есть большое количество нюансов, то мы в этом случае используем водопадную технологию, проектную технологию, которая делится в четыре основных этапа. Здесь обязательно, конечно, фиксируется вся информация в концептуальном дизайне нашему. Это, своего рода, не техническое задание, а уже те гарантии реализации, которые вы получите по итогу. Здесь мы опишем все ваши потребности, то, как будут работать пользователи. Ну и, соответственно, уже на следующих этапах мы перейдем к... После анализа ваших бизнес-процессов, получения всех потребностей, мы уже перейдем к реализации... Ну и модификации системы, к реализации обмены между вашими системами. Ну и, соответственно, дальше уже будет опытно-промышленная эксплуатация. Уже совместно с вами, на вашем предприятии выделяется отдельная проектная команда, которая будет сопровождать вас от и до на протяжении всего проекта. Также есть технология стандартного внедрения. Она больше похожа на технологию Agile, когда минимум документации, но, соответственно, мы каждый блок по мере поступления потребностей начинаем реализовывать. Вот. Также делится на основные этапы по сбору требований, по сбору требований, да, соответственно, к системе, к автоматизации, ну и, опять же, к самой реализации. Если... А, да, какие пакеты внедрения, соответственно, я рассказал. Есть ли версии без блока для собственного транспорта? Сама система, она комплексная, и внутри нее, соответственно, содержатся функциональные блоки. Система сама по себе, она параметрическая, то есть большое количество, конечно, различных параметров, различных функций, которые, возможно, будут использовать. Но мы, конечно, понимаем, что не все функции требуются предприятию. Опять же, если говорить о блоке, да, том же самом, собственного парка, не всегда это есть, соответственно, данный блок, он просто исключается в настройках. И настройка системы уже, ее внедрение осуществляется именно в части управления заявками, перевозками и взаимодействия с перевозчиками. То есть здесь, конечно, все это можно будет настроить и выполнить. Причем настроить, конечно, уже по типовой версии системы, то есть без каких-либо модификаций. Если говорить о параметрической вообще, да, возможности системы, то тут важно отметить гибкость системы. Система готова подстраиваться не только на стадии внедрения, но и в процессе вообще работает. Большое количество, правда, очень большое количество функциональных особенностей, которые, возможно, будет использовать уже на данный момент в нашей системе. И в любой момент их всегда можно будет включать, выключать. Опять же, нет у вас собственного парка. Через какое-то время вы, может, приняли решение об его использовании. Соответственно, там какое-то обновление дополнительной системы, дополнительные внедрения, оно может и не потребоваться. То есть здесь просто управление параметрическими настройками. Конечно, если какие-то основные блоки, да, все-таки есть бизнес изменения, точнее, таких блоков, то тут у нас есть уже постпроектное сопровождение, когда мы консультируем дополнительно, по необходимости можем и помочь, как раз-таки с настройкой дополнительных блоков, которые у вас появились на предприятии. Так, также у нас вопрос есть, есть ли у нас стандартная интеграция, наш TMS ERP. Да, мы интегрируемся с любыми системами, как раз-таки у нас, вот я уже рассказывала то, что наш холдинг входит в группу компаний, Дотарион, они как раз-таки занимаются интеграционными решениями. Вот с помощью них мы и реализуем интеграцию. Верно, Александр. Так, следующий вопрос. Поясните, пожалуйста, момент с тем, что нужно будет транспортным компаниям для работы в электронном документообороте. Со стороны нашей компании стоит TMS, со стороны транспортных компании, что будет требоваться по ПО? И как быть, если это маленькие ИП, конечные плечи доставки? Смотрите, если мы говорим о взаимодействии с транспортными компаниями, то здесь возможно будет использовать различные сервисы, то есть использование сервисов по обеспечению электронного документооборота, они реализации с вашей стороны, а при работе с транспортными компаниями возможно уже будет использовать у водителей простая сервисовая подпись через СМС либо мобильное приложение. Так, дальше, да, можете. Какие у нас требования к телефону, к мобильному клиенту, и есть ли возможность перевода? Насколько я знаю, возможность у нас перевода есть, то есть мы можем подстроиться. Да, давайте расскажу более подробно. Возможно будет учитывать различные языки на мобильном клиенте. Плюс ко всему, ну, по части, да, реализации готовы с вами обсудить именно по всем требованиям, насколько детально, да, необходимо будет провести изменение языка. Ну и плюс ко всему, если говорить о требованиях вообще к мобильным приложениям, то здесь они минимальны. Основное требование – это платформа Android, там, шестая версия, на текущий момент уже, там, десятая или одиннадцатая. И мы при разработке мобильного приложения тестировали не на каких-то супердорогих флагманских мобильных устройствах различной компании, а использовали ее совершенно бюджетно, там, в размере, там, 5-6 тысяч рублей за телефон, там, это менее 100 долларов, соответственно. И это все без проблем работает, учитывается, выводится для водителя вся информация, выводятся карты, ну и, соответственно, без каких-либо нареканий работы. Так, есть также вопрос, есть ли проверка на наличие остатков, то есть если есть заявка в ТМС, а в ERP ее нет, нет под нее остатков, то будет ли сигнал в системе об этом, и возможно ли проверка? Ну, смотрите, во-первых, зачастую получение различных потребностей, оно все-таки реализовывается из системы ERP, если мы говорим о ней. И здесь вопросы только в правилах интеграции, в условиях выгрузки, то есть зачастую накладываются эти условия при выгрузке из стороны ERP, соответственно, если заявка не может быть исполнена, соответственно, она просто не будет выгружена в ТМС-систему. Если необходимо будет учитывать такие перевозки, то, соответственно, такие заявки, точнее, потребности понимания по остаткам уже только на конец обработки, да, такие заявки, когда у нас уже есть маршруты, когда мы подобрали даже транспортные средства, то в этом случае возможно производить различные автоматизированные корректировки, запросы со стороны ТМС о наличии остатков и, соответственно, получение данных от ERP-системы, по необходимости исключения таких заявок из маршрута с соответствующим выдавлением ответственных сотрудников. Вот, это все реализовывается, это уже, конечно, обсуждается на стадии проработки интеграции. Так, и следующий вопрос, Антон нам пишет. Условия возможности полноценного электронного документа оборота при перевозках является работа по технологии электронного документа оборота всех участников перевозки, то есть поставщика, клиента и перевозчика. Да, ответ да. Как реализована система контроля от срочки платежа за выполненные услуги транспортными компаниями, при том, что УПД на услуги ВДО поступает значительно раньше, чем оригиналы с проводительных документов на доставленный груз. Отсрочки должны считаться не от поступления УПД, а от получения оригиналов. Ну, смотрите, здесь, конечно, важно разделить все-таки работу бухгалтеров и ТМС-системы. А ТМС-система, она предназначена для оперативной работы именно в части транспортного предприятия. Соответственно, здесь, вот как я говорил в презентации, что сама по себе одна ТМС на предприятии не живет. И, соответственно, все эти данные мы должны интегрировать в бухгалтерскую систему, ну и, соответственно, получать ответ уже из нее. И учет по счетам с перевозчиками в своей временности оплаты мы, соответственно, будем получать оттуда и, конечно, контролировать на стороне ТМС. Плюс ко всему, вот в текущих реализациях ТМС также, возможно, даже учитывать не только взаиморасчеты с перевозчиками, но и также с заказчиками контролировать их дебюторскую задолженность и учитывать формирование заявок и задолженность заказчика по таким заявкам, тем самым сигнализируя пользователю, даже запрещая пользователю работать с такими документами, если, опять же, есть какие-то задолженности. Так, следующий вопрос. Какую информацию необходимо собрать перед проектом и как подготовиться к внедрению? Какая команда нужна от нашего заказчика? Смотрите, ну, для начала мы всегда собираем информацию, да, про ваш транспортный парк, там, какая у вас география перевозок. То есть мы полностью изучаем все ваши внутренние процессы, чтобы понять вообще, что нужно вам именно настроить в системе. Вот так. А как нам подготовиться лучше к внедрению? Смотрите, по части подготовки к внедрению, конечно, первоначально, когда мы введем общение с нашими потенциальными клиентами, мы выявляем основные потребности, то есть обсуждаем, какие на текущий момент есть у вас проблемы, соответственно, обсуждаем ваши специфики. То есть здесь важно проработать, во-первых, внутри компании заказчика именно данные аспекты. Соответственно, плюс ко всему, возможно, выезд наших сотрудников как раз на обследование ваших процессов внутренних. Такое также у нас, возможно, будет произвести. В течение нескольких дней сотрудник будет на предприятии получать всю информацию, требуемую для проекта. Если говорить о проектной команде, то здесь, конечно, нужны специалисты и со стороны IT, ну и, конечно же, ответственные сотрудники со стороны транспортного предприятия. Здесь, если говорить о первоначальных обсуждениях проекта, достаточно и руководящего состава для обсуждения процессов в верхнем уровне. А далее уже в процессе сбора требований, анализа, который длится несколько дней, там порядка достигает до недели. Мы, соответственно, все процессы обсуждаем. Уже обсуждаем не только с транспортным предприятием, не только обсуждаем с IT, но и также обсуждаем с финансовым департаментом, обсуждаем с сотрудниками, ну, ответственным, да, сотрудников за предоставление всей информации, там, и тех же самых ремонтных цехов на предприятии. Ну и уже также обсуждаем те наилучшие практики, которые уже были на текущий момент реализованы. Так, еще также вопрос по поводу мобильного приложения. Приложение, если оно у нас на Apple, у нас все мобильные приложения на Android клиенте. На Android клиент. Да, возможно, в дальнейшем... Так, конечно, это все обсуждается реализация на Apple, на iPhone, но здесь какой, ну, важно учитывать момент, это, во-первых, ну, есть определенные, там, моменты с WhatsApp-поддержкой, да, и плюс ко всему, ну, Apple более, все-таки, дорогостоящая техника, чем Android-приложение, и зачастую предприятиям намного выгоднее закупить, все-таки, Android-устройства, там, за 6 тысяч рублей их использовать, причем не использую, там, ну, месяц, да, попользуешься, выкинули, все-таки у нас есть, там, определенные рекомендации, можем также предоставить в зависимости от вашего бюджета по мобильным устройствам, но это также будет намного эффективнее, выгоднее. Так, далее у нас вопрос, расскажите про температурные режимы, какие есть варианты настройки автомобилей, мультирежимные, например, и какая возможна документация для заказчиков по соблюдению температурного режима? Смотрите, на текущий момент у нас реализованы еще температурные режимы, соответственно, по сформированным маршрутам с учетом их температурных режимов система может подбирать, соответственно, необходимые транспортные средства. Подбирает она из имеющихся транспортных средств, например, на территории предприятия, то есть собственные, либо с учетом для работы наемных перевозчиков. Плюс ко всему, если мы работаем через тендеры или через заявки, когда мы не имеем информацию о доступном транспорте у перевозчика, да, это в основном уже транспортная компания, когда есть информация, да, это в основном с СПшниками, когда мы работаем. То есть здесь важно учесть вообще, во-первых, предоставление такой информации, ну и плюс ко всему система ТМС имеет возможность интегрироваться с различными телеметрическими системами и получать всю информацию дополнительно оттуда уже в процессе исполнения рейса. То есть это и про датчики, которые установлены, да, термодатчики, термобоксы, которые используются при перевозке различных грузов, там те же самые и медикаментов, и продуктов питания, что очень важно получить в дальнейшем всю аналитику по температуре. Поясните, пожалуйста, момент по электронному документу обороту с ТК. Чаще всего ТК используют подрядчиков, например, с IT. Как у этих водителей будет ЭЦП на подписи, и получается нужно, помимо внедрения ТМС на нашем предприятии, все ТК также приводить к работе с нашим ПО? Смотрите, по части получения простой цифровой подписи это все настраивается уже в рамках внедрения, обсуждается в зависимости от подрядчика, который вы выберете для электронного документа оборота. Ну и опять же, для каждого водителя, конечно, она будет настроена и реализована там различными уже упрощенными, скажем так, методами. Так, у нас есть вопрос еще от Александра. Электронная цифровая подпись через СМС. Да, простая именно цифровая подпись. Она, возможно, именно через СМС-сообщение, либо даже некоторые провайдеры услуг предоставляют через Вайбера. Мобильное приложение размещено в Play Market, да, в Play Market есть, соответственно, наше приложение, вы всегда его можете скачать, но, конечно, тут уже вопрос об его использовании. Просто так подключиться, конечно, будет невозможно. И вам спасибо. Да, большое спасибо, что к нам сегодня присоединились. Будем надеяться, что вам понравился наш рассказ, и вы приятно провели время. Так, коллеги, давайте еще буквально две-три минутки ждем ваши вопросы. Да, я думаю, если вопросов не будет, то тогда на оставшиеся вопросы мы уже ответим позже. Вот контакты вы видите сейчас на слайде. Связывайтесь с нами, пишите нам, звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Будем заканчивать? Да, давай. Так, коллеги, ну, думаю, будем мы завершать наше сегодняшнее мероприятие. Ждем вас на следующих наших вебинарах. Вот, ну и, конечно же, все оставшиеся вопросы. Прошу, звоните, пишите. Будем рады пообщаться. Хорошего вам дня. Большое спасибо за участие. Спасибо, коллеги. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...